Время 10 минут 4. Я еду на новое болото, где я еще тоже ни разу не был. Хочу рассветать, посмотреть, что там. В лугах туман какой с утра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот и солнце всходит. Только объектив у меня весь запотел. Роза кругом и сыра очень. Мотоцикл придется оставить вот здесь, дальше я не проеду. Блин, я здесь, пожалуй, даже в сапогах не пройду, глубоко будет. Я сейчас попробую, но скорее всего обходить придется. Где-нибудь вот здесь по краю каналы. Продолжение следует... Вот кто-то летит впереди, уводит меня от птицов. Комары просто никакой жизни не дают, в рот лезут, капец. Вон журавль, по-моему, летит. Штаны все насквозь мокрые и носки даже мокрые. Ну вот, закончилась лова. Теперь мне нужно вот по этой чаще лезть. Кустые дрова, по пояс, роса. Это болото метров пятьсот. Капец, меня крызут. Вот Лешка, олени. Отдыхал он здесь. Блин, короче, здесь дрова прям в рост человеческий. И канал, который я не могу перейти, а болото сразу за ним. По карте он зарос, весь его было как-то плохо видно. А вот он прям. Если только какое-нибудь дерево попробовать поискать, чтобы через него упавшее было. Он глубокий. Я кое-как перелез через этот канал. Но чего мне это стоило, это капец. Я весь мокрый. Куча комаров вокруг меня. Дрова по поясу или по грудь. Откажу к этому болоту кое-как. Прямо пойду. Блин, под ногами началась болотина такая. Жадающаяся. Опасный депп. Открытая двода. Вот здесь у нас за кустами. Ну никак не подойти, блин. Надо подход искать теперь нормальный. Бляхин, к этому болоту похоже вообще. Подходов-то нету. Оно реально болото. Может вот на это дерево, думаю, залезть и сверху что-нибудь снять получится. Вот я, короче, собрался на дерево сколько смог. И видите, подходов к нему вообще нету. Здесь все заболочено. С этой стороны вот заросло ртесом. А там вон немножко открытой воды есть. Но немного. Может, туда дальше еще открытая вода есть. Но мне отсюда не видно. Вот где пропадешь, и никто тебя не найдет. Реальные болоты. Вот это жесть. Просто пипец я. Если бы я знал, что здесь будет, я бы сюда, конечно, ни за какие коврижки не полез. Фу. Это был мой первый и последний поход к этому болоту. Оно реально непроходимое. Ни подходов, ни проходов. Просто жесть. Просто жесть. Просто жесть. У меня даже вся камера в комарах. Вот. Вон два тетерева приземлилась. Вон там, вон где куча навалена. Рядом с ней кусты стоят. И рядом с теми кустиками. Не, в такие места, если только осенью, если она сухая будет, Василь, можно будет попробовать. Когда комаров будет меньше и подсохнет получше. Все, что я сейчас отжал из сапог, от роса. Вон там на дереве конюк похож сидит. Давно сидит на меня, смотрит. До мотоцикла сейчас дойду и заеду еще в лесок, в болото, где Орланы живут. Так, я уже приехал на другое болото, где Орланов всегда снимал. Я еле сюда заехал на мотоцикле. Вот на мотоцикле едешь и трава в рост по глазам. Даже на мотоцикле, когда едешь. Вон там, вон чуть подальше, где заезжал. Еле заехал. Потоцикл оставлю здесь. А дальше пойду пешком. Комаров здесь тоже полно. шесть. Трава по грудь, крапива по грудь. Какие-то лианы. Все заросло. Вот я держу камеру на уровне глаз. А вот этого не было. Ореха упала недавно. Вон с того берега упала. Блин, капец. Я дальше не пройду. Смотрите. Здесь ровно по глазам крапива стоит. Сплошняком невозможно идти. Но гнездо орлана я уже вижу отсюда. Вон гнездо орлана вдалеке. Никто оттуда не взлетал. Никого я не видел. Из этой поездки я понял одно. То, что на болотах делать летом вообще нечем. Это просто ад какой-то. Трава выше головы в некоторых местах выросла с крапивой. Комаров тьма. Продуху не дают. В эти места нужно ездить либо весной, пока травы нету с комарами. Либо уже осенью поздней. Ну и зимой, соответственно. Поеду домой.